добрый вечер всем друзья сейчас у нас будет прямой эфир с интересным гостем с николаем гетцем основателем школе школы рейки в россии в снг сейчас он находится в новой зеландии будет вещать у нас из из будущего потому что у него сейчас 5 утра уже вторник и мы договорились что мы сейчас немножко поговорим про его биографию потому что многие студенты знают кто такой николай но ни разу его не видели не общались я в том числе поэтому сначала немножко биографии и потом будут вопросы время эфира у нас минут 30-40 николай нам выделил поэтому пишите свои вопросы прямо сейчас в чате я буду их зачитывать николаю и он по мере возможности на не будет отвечать я вижу николай сейчас у нас подсоединился в прямой эфир сейчас он должен нажать на кнопочку присоединиться к эфиру я его добавлю он появится в эфире и зададим вопросы николаю так николай вам нужно нажать на присоединиться к эфиру на кнопочку где-то она может быть вверху надо может быть чуть промотать да вот николай у нас присоединяю всем здравствуйте николай здравствуйте вы в прямом эфире очень рада вас видеть спасибо вам что вы нашли время ответить на наши вопросы все мы знаем кто вы такой многие из вас ни разу не видели в том числе я поэтому у нас с вами будет минут 40 час времени мы сначала поговорим с вами о вашей биографии а потом вопросы потом вопросы давайте потихонечку начинать хорошо спасибо за то что пригласили значит добрый вечер всем потому что я знаю что у вас вечера у меня как олег сказал уже утро следующего дня так что я с вами разговариваю из будущего вот так вот машина времени работает в реальном времени да значит ну что сначала на на представлюсь расскажу немного о себе а потом возможно у нас еще останется время на вопросы для меня это немножко необычный формат а в том плане что я привык обычно с аудитории общаться и видеть глаза людей вот но реалии современного мира таковы что все чаще и чаще приходится именно пользоваться вот такими вебинарами или ими встречами на расстоянии итак начнем значит ну зовут меня николай фамилия моя гетц это очень-то украинского происхождения все мои родственники по линии папы украинцы все мои родственники по линии мамы русские вот возможно где-то вмешались немцы по созвучию фамилии ну и как бы я вижу в себе некоторые черты такие присущие немецкой нации и при встрече с немцами вот особенно здесь на западе это часто происходит у меня какое-то родство душ с ними это также вот когда встречаешься с кем-то кто занимается рейки уже достаточно давно ты уже их знаешь есть такое какое-то внутреннее ощущение узнавать своих людей что называется или родственных душ то же самое могу сказать что живя на западе уже ну сколько лет я тут 28 лет проживаю на западе и даже путешествую или находясь новой зеландии где-то просто попадая в другой город когда видишь наших соотечественников бывшего советского союза даже если они говорят на чистом английском языке даже если они одеты совсем как местные или аборигены ты точно знаешь что это свой человек и принципе начинаешь с ним разговаривать по-русски не ошибаешься вот и так значит как я познакомился с рэйки а сейчас мне 67 лет и с рэйки я познакомился уже достаточно зрелом возрасте мне было 39 лет и оглядываясь назад в общем то я понимаю что это наверное даже и правильно когда знакомишься вот с такими духовными практиками уже решив какие-то вопросы земного плана то есть образование семья дети потому что практики духовные практики ну может быть универсальные рэйки не столько относится к этому а вот когда уже меньше рэйки вы знаете что это такое то они требуют очень очень много времени и ежедневного времени и чтобы как-то балансировать свою жизнь духовном плане и материальном плане то приходится ну достаточно непросто да либо спать меньше либо что-то будет ущерб одно для другого и так как же я познакомился с рэйки значит ну до того как я расскажу об этом я скажу о том что было до этого значит я будучи молодым специалистом после окончания техникума нефтяного по специальности геолог ну так же как советском союзе тогда было очень популярно по зову сердца так сказать уехал в сибирь как можно дальше это оказался город нижневартовск где самое крупное нефтяное месторождение самоклорское вот и в общем то я там прожил 20 лет в нижневартовске очень любил свою работу был хорошим специалистом закончил институт закончил аспирантуру и в общем то концу моей карьеры я уже был заведующим отдела исследовательского института и поэтому ни о какой духовности не о каких там практиках энергетических или даже эзотерической литературы но в моей реальности не было была только работа 12 часов может быть и более 14 часов в день семья конечно от этого страдала но как бы вот ну тогда все так работали так скажем и наверное бы я никогда не пришел в рэйки потому что все было хорошо если бы не слилось ну так скажем не нагрянула перестройка когда нагрянула перестройка я понял что работать и жить так как до этого все было установлено в стране в принципе для меня не реально потому что ну сначала мы открыли малые предприятия то есть занялись своим бизнесом потому что исследовательский институт финансировать уже никто не хотел работа как таковой уже не было вернее работы было много но оплаты не было вот семью кормить надо было естественно значит мы сначала открыли малое предприятие занимались бизнесом по тому же направлению по исследовательскому очень скоро это все скатилось в торговлю потому что ничего другого не было и я в общем то просто понял был момент когда даже уже пришлось сталкиваться с рэкетирами когда появлялись какие-то успехи или деньги на счетах в банке они заявлялись и требовали так сказать свою долю как бы это совсем не в своей не в моей реальности такими вещами заниматься или что-то там ну так сказать между нашими и вашими и я понял что как бы ну вот такого будущего который я себе рисовал здесь не будет и поэтому как только появилась возможность мне уехать за границу подписать контракт я сразу же не задумываясь воспользовался этим это оказалось мальта на мальте я работал начать около 4 4 с половиной лет в общем-то проработал вот и все мне там очень нравилось и работа нравилась не очень высокой но на жизнь называется хватало вот и естественно это был совсем другой мир это был совсем другой мир и как бы все могло продолжаться в том плане все меня там в общем-то устраивало и наверное бы я так дальше и продолжал работать если бы буквально где-то в течение первого месяца когда мы приехали на мальту и начали осваиваться моя жена татьяна однажды пришла из магазина здоровой пищи и принесла такой маленький буклетик где было написано что проводится семинар рейки вот и она сразу же ко мне подошла и говорит давай нужно чтобы ты пошел вместе со мной потому что я хочу пройти этот семинар и ты мне нужен в качестве переводчика ну так как я закончил аспирантуру меня с английским языком проблем в общем то не было именно это мне помогло спокойно интегрироваться в то западное общество но как бы рейки какие-то семинары какая-то духовности энергетика ну это было совсем не в моей реальной я уже с этим начал сталкиваться почему потому что у нас случилось так что у нас в течение восьми лет не было детей ну вот не получалось были у нее проблемы со здоровьем и мы так сказать и официально медицину пробовали неофициально медицину пробовали и уже пришли к мысли что ну надо в общем то наверное кого-то усыновлять даже документы начали готовить но потом нам повезло что мы съездили в тбилиси к одной очень знаменитой целительнице нашли еще одну целительницу в своем городе в нижневартовске ну и все получилось естественно натуральным образом то есть она забеременела хотя беременность проходила очень очень тяжело и практически шесть месяцев она пролежала в больнице потому что была постоянная угроза выкидыша она в конце концов ребенок родился родился сезерин как они говорят значит и ребенок был очень ослаблен потому что но вся вот эта предыстория и даже наполовину парализован это был мальчик и медики когда его обследовали посмотрели сказали ну как бы мы вам должны сказать честно что шансов на то что он выживет или станет нормальным человеком или ребенком очень мало поэтому они даже посоветовали оставить ребенка в больнице вот но татьяна была достаточно упрямая в этом плане и сказала нет мы его забираем домой под расписку и так как медики отказались то мы начали и искать какие-то варианты народного целительства то есть кто еще мог бы нам помочь в этом плане на наше счастье город нижний вард приехала команда руководством игоря черковского но вы наверно слышали кто это такой но если не слышали то это родоначальник родов воду начать у него такая теория была плавать раньше чем ходить и возможно вы видели фильмы когда они там группами со своими последователями выезжали на берег черного моря где их никто не видит там на каких-то пляжах далеких и привозили с собой рожениц чтобы рожать именно в воду в море и кроме этого потом они показывали различные упражнения динамической гимнастики бобби йоги водные все вот эти упражнения на первый взгляд это конечно выглядело ужасно что они вытворялись этими бедными деточками которые только-только родились да и сами роды в воду в общем то были но для непривычного взгляда так скажем немножко пугающие вот и наш ребенок как раз вот попал в эту группу они занимались бассейне водными процедурами и всеми остальными гимнастическими упражнениями ну и моя супруга как раз в общем то тут же у них проходила общение значит это недели 3 они пробыли у нас городе потом она стала уже через эту группу наезжать выезжать на различные семинары именно по этой теме получила свой сертификат или диплом духовной акушерки ребенок у нас поправляться начал значит все функции у него возвращались и году уже когда ему был год у него практически все функции восстановились то есть это было все на моих глазах я видел что было до того и что стало в тот момент я так сказать проникся вот этим натуральным методом лечения ну на том уровне на котором это было возможно вот потом к трем годам ребенок абсолютно ничем не отличался от своих сверстников и сейчас ему уже вот будет 33 года он абсолютно здоровый разговаривает на пяти шести языках как на своих родных языках включая японский китайский вот читать он начал до двух лет еще ему двух лет не было он уже ходил читал вывески на магазинах вот к удивлению всех прохожих и как бы физически абсолютно здоровый человек который так сказать ну тоже сейчас идет по линии духовности так скажем путешествует по миру как я его называю гражданин мира потому что несмотря на то что у него там два высших образования то есть университет он закончил и языки международная торговля по образованию но он не хочет этим заниматься поработав японии там пять лет и поняв что корпоративная линия его не устраивает он ездит сейчас по всему миру так сказать в ашрамах бывает медитирует вообще он себя называет учеником и оша рожниш да наверное вы тоже все знакомы с его работой и так это было у меня на глазах так сказать и естественно это меня заставляло немножко думать что кроме физического есть что-то еще значит супруга моя на этом не успокоилась она стала постоянно ездить на различные семинары это уже перестройка началась 89 90 91 годы и было разрешено уже заниматься всем чем хотите только пожалуйста платите деньги за ваши семинары а так как у меня зарплата была хорошая я мог себе позволить отправлять ее на все эти семинары и даже радовался когда она туда уезжала потому что так как я был работа голик то она там занята чем-то и так хорошо что она меня не беспокоит не дергает там на какие-то домашние дела не отвлекает то есть все как бы работала нормально ну и вот когда она уже получила там кучу сертификатов дипломов и так далее и начала работать уже как массажистка помогать людям я видел что это не только для нас для нашей семьи работать но это и помогает людям тоже но рэйки получить рэйки в тот момент у нее не было возможности и поэтому как только вот она увидела эту бумажку этот флайер в магазине что будет семинар рэйки она тут же конечно обрадовалась своей прибежала ко мне давай меня уговаривать чтобы я пришел переводчиком ну мне это совсем не надо было потому что там у меня тоже была куча работы я любил эту работу был занят полностью погруженные и вот но вы знаете что если женщина захочет то все равно брыкайся не брыкайся все равно пойдешь значит так случилось со мной я пришел в качестве переводчика на свой первый семинар ну на семинаре было человек 12 все они для меня выглядели очень странно да и в тот момент когда еще мы находились в россии то я видел с кем с какой средой общается с какими людьми вот моя супруга они для меня были все немножко не от мира всего и я так это даже близко к ним подходить боялся они там на кухне что-нибудь обсуждали босиком ходили какие-то там всякие позы йоги выделывали еще что-то вот даже был такой который стакана кушал стекло прям жевал и в общем они были для меня в общем не совсем понятными людьми вот но интересными потому что все незнакомо необычно но как-то привлекает вот и тут же на семинаре тоже все эти люди были немножко такие я бы их назвал но не от мира сего семинар проводили учителя кевин и элизабет морис значит они были одними из первых мастеров на мальте он значит новозеландец она шотланка ну и жили естественно на мальте семинар проходил два дня делали настройки там показывали позиции очень все как положено по первому уровню ну и самое главное во время этого семинара они все время повторяли что вы должны ежедневно делать себе сеансы то есть накладывать руки на 12 позиций ну а я человек дисциплинированный в армии служил то есть как бы ну привык выполнять то что так сказать за что деньги заплатил тем более значит и я начал ежедневно делать себе сеансы несмотря на то что очень так энергетики я относился не особо то есть не было у меня каких-то там особых ощущений или еще что-то хотя сами настройки то есть во время настройки я что-то ощущал но я не имея опыта работы с энергиями в общем-то не относил это к чему-то необычному то есть ну мало ли что там почувствовал да вот и я начал делать себе сеансы часовые и буквально где-то через пару месяцев вот этих сеансов ну я чувствовал себя уже лучше спал меньше больше энергии было но это все показатели которые очень трудно отследить или отнести на в качестве заслуги к рейке но через два месяца я вдруг обнаружил что язва которая мучила меня 20 лет на протяжении моей жизни в сибири так как работа тяжелая пища там неважная была то есть у нас в феврале месяце уже заканчивала заканчивали свежие продукты и все сидели только на консервах до мая июня месяца естественно это была нагрузка на организм вот у меня была язва течение 20 лет я там конечно лечился ездил в санатории и потом опять приезжал работал несколько месяцев опять язва открывалась и как бы ну для меня это было нормальное состояние и тут я заметил что я своими руками в течение двух месяцев вдруг излечил свою язву вот это был для меня следующий поворотный момент то есть первый поворотный момент это вот ситуация с нашим сыном 2 поворотный момент то что я сам себя излечил значит ну и наверное следующий момент это были такие то есть когда я уже почувствовал что рейки помогает а я знаю что есть вторая ступень там третья ступень и четвертая ступень или мастерская ступень по данной школе и я вообще такой человек который ну если что-то начал то доводит до конца может быть не сразу но как бы все равно все свои программы все свои занятия если мне это нравится то я их довожу до конца ну и пришло время пойти на вторую ступень мы уже более осознанно пришли на вторую ступень и однажды после второй ступень и я сидел что-то там работал с какими-то документами а на мальте достаточно тепло жарко и ну плюс 30 допустим да там каменные дома и это позволяет как бы спокойно сидеть не особо ощущать эту жару вот естественно я был по пояс раздет сидел работал с документами и вдруг зазвонил телефон и пока я взял телефон у меня в руках был вот этот хайлайтер пластиковый желтый и я его положил себе на грудь видимо из стал начал разговаривать по телефону и только потом я обратил внимание что он он на груди у меня приклеился ну я думал что может быть я вспотел или еще что-то но смотрю нет действительно приклеился меня это заинтересовалось я взял ручку положил на грудь она тоже приклеилась значит я начал там всякие предметы прикладывать груди металлические не металлические все приклеивается и закончилось это тем что даже утюг взял и приклеился то есть я мог спокойно ходить у меня есть видео и я наверное выложу это видео где-нибудь у нас на форуме ну ради интереса просто-напросто да это не то что я хочу этим похвалиться или сказать чем-то особенной а вот просто этот момент меня немножко тоже так сказать заинтересовал уже с позиции ну необычного проявления так скажем рейки значит то есть я вдруг стал магнитным человеком и не обязательно для металлических вещей вообще для всех предметов и я конечно удивился этому не знал как это дело применять там спросил своих мастеров мастеров которые выпустили моих мастеров они как раз приехали проводить какие-то свои семинары это с эста и джон валдхейм она американка он австралиец живут в америке но они на мальту иногда приезжали проводить семинары я их в общем-то знал потому что проходил у них ну семинары там духовного плана другие немножко работы с телом то расширение сознания вот но они были учителями как раз моих учителей то есть они у нас в линии и у вас у всех в линии есть вот я их тоже спросил вот говорю стал магнитным там взял связку ключей показал что с этим делать а мы не знаем ну можно было наверное выходить на сцену там зарабатывать деньги да вот но это было не моей реальности магнитные магнитные через пару месяцев это дело прошло сейчас я понимаю что происходило то есть как бы потенциал энергетический видимо у меня был достаточно хороший но энергетика была заблокирована где-то по меридианам да по чакрам по меридианам и когда в процессе настроек на первую ступень и на вторую ступень мы же делаем настройки по чакрам выравнивается энергетика и видимо в моем случае поток энергии был настолько мощный по выравниванию вот этого баланса что он создавал вот это магнитное поле дополнительное магнитное поле кроме нашей ауны и она проявлялась таким образом это конечно меня тоже заинтересовало ну и плюс были какие-то дополнительные тоже моменты необычного характера ну допустим сны необычные были или какие-то проявления еще которые я не мог отнести на работу логического ума или еще чего-то ну да допустим такой пример будучи заведующим отдела исследовательского отдела научно-исследовательского институте мы работали над одной очень серьезной проблемой и если бы мне удалось решить тогда в нижневартовске то я в общем то мог бы быть выдвинут на то чтобы получить нобелевскую премию потому что это позволяло увеличить нефтеотдачу но процентов на 30 у каждой скважины которые уже практически не отдает нефть представьте какие-то ну экономия расходов и увеличение нефтедобычи и так далее так далее в общем в то время я не смог эту решить задачу но однажды ночью находясь на мальке уже будучи реки я вдруг проснулся от того что я решил эту проблему решение было настолько простым настолько эффективно я так обрадовался вот и поленился записать утром я проснулся знаю что я решил эту проблему но какого решения до сих пор не знаю и в результате я мог бы быть нобелевским лауреатом но я оказался реки мастером до сих пор не знаю что лучше но наверное все таки реки мастером быть лучше потому что но у меня абсолютно устраивает именно такая жизнь значит вот один такой момент был другой момент тоже был это уже касается нашей семьи потому что ну у нас уже был сын ему было 6 лет и мы как бы не особо парились чтобы у нас были еще дети хотя в молодости я всегда почему-то хотел чтобы у меня было шестеро детей не знаю почему значит ну и однажды когда мы собирались у наших учителей а на мальте мы также как вот вы собираетесь у себя в группах мы собирались раз в неделю своих мастеров рейки мастеров расставлялись столы и группами также проводили вот эти групповые сеансы и так как там собиралось очень много людей человек по тридцать у нас было ну по пять по шесть столов представляете там ну благо что на мальте большие дома и все это позволяет делать достаточно комфортно вот и во время вот одного из таких сеансов или вечеров я как раз лежал на столе а татьяна была в группе вот ну который была на нашем столе и после того как мне сделали и всем вот всей нашей группе мы сделали мы начинаем обсуждать как проходили эти сеансы на говорит вот смотрите у меня очень интересный был необычный опыт или видение во время вот этого вот сеанса то есть когда мои руки лежали вот на мужа на мне у нее вдруг в третий глаз такой стук open the door и звук слова то есть open the door откройте дверь она говорит я по-английски то вообще еще плохо говорю да тут на английском откройте дверь это я конечно поняла я горд открываю глаза потому что мы же обычно делаем закрытыми глазами свои вот эти сеансы и горд вижу что мои руки лежат вот на мужа и на моей руке сидит маленький ребенок я его спрашиваю ты кто такой а я ваша это будущая дочь я к вам скоро приду ну похихикали похихикали мало ли что там не приснится да не придет вот и что вы думаете через две-три недели она забеременела то есть забеременела ну а так как это уже было совсем другой реальности то есть это мальта мы уже практикуем рейки у нас уже есть инструмент руках который позволяет балансировать себя море теплое то есть ежедневные купания поэтому беременность проходила ну совсем по-другому по сравнению допустим с первой то есть можно сказать осознанная беременность вот и другой момент тоже связано его также с дочерью буквально где-то за три недели до родов или до того срока когда рода должны быть точно так же на одну из самых встреч вот у наших мастеров та же самая ситуация то есть я на столе значит группа 5-6 человек и в том числе вот моя супруга и когда мы провели этот сеанс она говорит знаете вот как бы мне опять пришло продолжение вот той моей истории с дочерью то есть мне во время вот этого пятиминутного сеанса показали как будут проходить мои роды и говорит даже назвала эта девочка цифру что это будет два то есть у нас должно быть три недели ну а тут цифра 2 как бы ну две недели но опять тоже все поулыбались но две недели значит две недели что вы думаете не две недели два дня то есть через два дня начались схватки и как бы надо ехать уже в роддом а на мальте есть такая клиника родов воду и мы уже ну как бы осознанно готовились в этой клинике там всех докторов медиков там знали это частная клиника маленькая такая начать мы там готовились к этим родам воду в парах там упражнения и так далее ну и все значит схватки начались я завожу машину и в семь утра мы значит скачем по по мальте там с включенными фарами где-то минут 20 25 мы ехали до этой клиники входим в клинику доктор уже прибежал потому что мы позвонили что мы едем вот он проверил готов все прям тут и рожай то есть чуть ли не у входа да мы говорим не 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 давай наливай ванну значит ну еще подождали минут семь-восемь пока он налил ванну только значит она туда в ванну расположилась и раз и роды прошли то есть ребенок родился в воду девочка родилась вот а во время схваток еще до того как я ее повез значит я естественно помогал с рейки вот в чем благо рейки и почему мужья обязательно тоже должны приходить в рейки потому что вот даже момент схваток момент беременности даже от из моего опыта я могу сказать что где-то порядка 20 25 детей я сохранил то есть когда у кого-то начиналось допустим но угроза выкидыша мне звонили ли приглашали я приезжал ли мы все потом приходили накладываешь руки на живот начать мышцы расслабляется угроза выкидыша исчезает то же самое было с нашим ребенком во время схваток во время родов то есть я как бы снимал боли расслаблял мышцы и поэтому потом вот татьяна сказала что и эти роды были вообще самым лучшим моментом жизни то есть не каждая женщина может это сказать да что именно сам процесс родов был самым лучшим моментом моей жизни и во время вот этих схваток она меня как-то зовет там потому что на ванной находилась говорит слушай вот у нас девочкой мы приготовили имя екатерина но горит почему-то идет через меня что она просит совсем другое имя я говорю какое имя на просит просит имя анастасия ради бога пусть будет анастасии только давай рожайся и вот так вот она у нас стала анастасией предупредила что она придет предупредила когда она родится значит родилась таким образом в воду вот и ребенок такой который знает что нужно в жизни несмотря на то что мы просветленные там полупросветленные рейки мастера все много чего знаем о духовности учим других людей как там решать свои проблемы другие проблемы она нами крутила всю жизнь и вот сейчас я уже 27 лет у нее трое детей скоро 4 родится до сих пор это человек который знает что и нужно в жизни и так сказать все вокруг делают то что ей нужно мягко без всяких там указаний так далее но все поворачивается так как нужно этому человеку то есть я отношу это тоже вот ну как бы к моменту рейки то есть душа была так сказать привлечена взрослая зрелая и вот эти вот все моменты которые в общем то но украшают жизнь так скажем том числе процесс вот беременности родов и так далее вот и поэтому у меня естественно было желание продолжать это обучение значит мы пришло время когда пришло время закончили третью ступень то есть стали мастерами практиками и третью ступень те кто из вас проходил знаете что она дает инструменты которые в принципе решает ну или позволяет вам решать все проблемы вашей жизни даже первая ступень достаточно если вы просто-напросто делайте себе 12 сеансов и это тоже о чем мы всегда говорим на семинарах то есть я лично допустим или вообще по нашей школе так принято что на первом семинаре мы стараемся много о духовности не говорить о каких-то там энергии какой-то эзотерики мы больше посвящаем времени на то чтобы уговорить или убедить людей делать себе ежедневные сеансы и если человек делает себе сеансы ежедневно то вот как в моем случае результат обязательно какой-то будет а когда уже результаты пойдут человек начинает втягиваться во-первых эта привычка уходит ты себя чувствуешь хорошо проблемы со здоровьем начинают потихоньку решаться не как-то меняются вот и поэтому большие шансы есть в том что человек будет продолжать дальше делать реки ну и практика показывает что от наша школа традиционная западная школа усуешь и кириоха мы называем ее мальтийская ветка и вот олег сказал что я как бы был основателем этой школы я был всего-навсего проводником одной из западных школ так скажем западно традиционный школ потому что к тому моменту в россии уже были учителя или реки мастера начиная где-то с восемьдесят девятого года но их было очень мало и поэтому реки еще было как бы ну таким словом не на слуху так скажем и естественно потом когда мы начали преподавать у нас было очень много студентов ну вплоть до того что до 70 человек приходило единовременно на семена первой ступени это много вот и так значит мы пришли на третью ступень получили все методы все техники которые там дают а это мастерское посвящение если на 1 2 ступени получая посвящение вы как бы хотите занимаетесь хотите не занимаетесь или позанимались потом отложили так скажем рейки и практики то в после третьей ступени у вас шансов нет у вас шансов нет это же путь этот мастерский символ это посвящение вас будет просто-напросто тащить по жизни или создавать условия такие чтобы будете постоянно разливать себе нос пока не поймете куда вас видны вот то есть шансов нет поэтому все кто идут на третью ступень должны ну прежде всего хорошо подумать а если уже пришли то готовьтесь к тому что это будет уже громадная часть вашей жизни или может быть даже ваше предназначение ну и получив третью ступень и потихоньку осваивая ее стоял вопрос идти ли на четвертую ступень на уже мастер учителя как бы с одной стороны хотелось пойти потому что как я уже сказал что я люблю заканчивать любые знаю любые школы до конца вот но с другой стороны это было очень дорого 10 тысяч долларов на человека нас двое 20 тысяч долларов американские просто практически нереально даже при нормальной зарплате моей в то время вот ну и мы как бы решили в этом на этом деле успокоиться но решили на этом деле успокоиться третьей ступени вполне достаточно решаем все свои проблемы даже если кому-то нужно объяснить из родных близких что такое рейки мы имели возможность делать им настройки сердечной чакры то есть давать возможность временно практиковаться рейки тоже и это нас устраивало вот но жизнь немножко распорядилась по-другому потому что находясь на мальте живя ну в таком можно сказать райском месте имея работу и нормальную жизнь как бы можно было думать что ну что еще нужно в жизни да дети подрастают все нормально вот но однако мой контракт рано или поздно подходил бы к концу и я понимал что рано или поздно надо возвращаться либо назад в россию либо предпринимать какие-то другие действия это было где-то 96 95 96 97 годы но в россии если вы помните наверное вы помните очень хорошо что происходило в то время то есть лучше абсолютно не было после перестройки этот энтузиазм с которым мы как бы воспринимали перестройку вдруг превратился во что-то совсем противоположное да и я понимал что возвращаться в россии то для меня будет очень сложно так сказать а в плане работы вот хотя конечно это моя страна моя родина и принципе ничего страшного бы не было но появилась возможность пожив на западе куда-то эмигрировать в одну из англоязычных стран и этих стран в общем то не так уж много то есть канада австралия новая зеландия ну и америка да америка сразу как-то отпадала но из оставшихся трех стран почему-то новая зеландия вот подвернулась да кто-то там из наших знакомых уже съездил слетал новую зеландию и тоже занимался вопросами миграции ну и мы так вот паровозиком зацепились и тоже решили эмигрировать новую зеландию а к тому моменту как бы это было не так уж сложно потому что но имея опыт работы хорошее образование и знание языка ну там так сказать мыс я спокойно проходил по больной системе то есть больная система и как специалист в общем то я мог эмигрировать новую зеландию ну так как это процесс юридический у нас был юрист который находился уже в новой зеландии в окленде вот мы жили на мальте документы происходят оборотов из россии мальты в новую зеландию а офис иммиграционный был лондоне то есть вот так вот через весь мир все это дело тянулось несколько месяцев и буквально через месяцев 5-6 значит юрист позвонил мне и сказал что с документами все в порядке все подано через три-четыре месяца будем пить кофе у меня в офисе значит в новой зеландии ну представляете нашу так сказать радость что мы вот готовились к новой жизни и вот нам тут так сказать показали свет что скоро это все произойдет что вы думаете через неделю приходит письмо из офиса иммиграционного из лондона с отказом то есть по какой-то причине они вдруг решили отказать нам в этой иммиграции ну естественно мы очень расстроились потому что мы к того времени уже начали все распродавать и умудрились даже почти все распродать ну кроме тех вещей которые мы хотели забрать собой значит это был ну так сказать таким серьезным ударом по нам и наши реки мастера решили каким-то образом нас успокоить и сказали ничего не переживайте а как бы мы вас чтобы вас поддержать мы готовы вас обучить на учительскую ступень три раза стоимость обучения вот и как бы для нас появилась возможность вот еще и пройти эту учительскую ступень ну а так как процесс иммиграции до конца не закончился и наш юрист стал сильно возмущаться говорит что то здесь неправильно давайте подадим апелляцию ну я уже ему сказал что это уже так сказать твое дело что хочешь то и делай но мы уже как бы сильно расстроены и как будет так будет так скажем уже приняли ситуацию вот процесс апелляции длился долго восемь месяцев и в конце концов апелляционный суд сказал мнение это какая-то ошибка ребята вы так сказать вот получаете свое резидентство и можете спокойно выезжать но за эти восемь месяцев мы обучились на учителей и естественно как только мы обучились на учителей мы сразу начали смотреть кому давать рейки то есть кого обучать а так как мальта недалеко от россии там буквально три часа лета была возможность график работы мне позволял летать достаточно часто то первым делом что мы сделали мы приехали и а брейковали так сказать или обучили всех своих родственников ну а так как у нас по школе есть такие моменты что за семинары нужно платить и даже родственники должны каким-то образом заплатить да и если вы помните историю хавай таката то со своей сестры она взяла двойную оплату за что сестра конечно сильно-сильно обижалась на нее но потом когда у нее в жизни были моменты когда рейки и помогала она приходила с благодарностью не было такой истории есть такая официальная история да из жизни хавай таката значит ну естественно мы своим мамам и папам дали бесплатно а вот наши сестры братья естественно платили ну не полную стоимость но какую-то часть заплатили кто-то из них обижался кто-то не обижался мой брат очень сильно обиделся что я с него взял какие-то деньги вот хотя потом очень хорошо использовал рейки в своей жизни и так проводить семинары дальше мы естественно начинали с тех городов ну где у нас были знакомы это наш собственный город нижний вартовс наш родной город так сказать в котором мы прожили 20 лет ну и также у нас были знакомы от у татьяны с которыми она про друзья так сказать подруги с которыми она проходила все эти тренинги узкоминогорске зина хайрулина была там у нас координатором и вот эти два основных города ну плюс москва параллельно тоже естественно потому что мы мимо проезжали когда собирались какие-то знакомые небольшие группы мы тоже проводили в москве а так как мы приезжали буквально каждые два-три месяца то буквально за полтора года у нас уже были очень большие школы то есть порядка 300 400 человек в каждом из этих городов и как я уже сказал семинары были очень популярны до 70 человек приходили на семинары следующий раз приводили своих родственников знакомых и так далее так далее то есть как бы у нас дела шли очень хорошо в этом плане но приходилось вот летать туда-сюда то есть как бы контакт был только что это было не очень далеко и была возможность это делать вот ну а так как процесс эмиграции уже так сказать был запущен и оформлен и и перед нами уже стоял вопрос ну когда мы полетим новую зеландию так как визы уже в паспортах стояли вот эти полтора года или вот то время которое было дано нам так сказать высшими силами на процесс апелляции или до оформления эмиграции принципе это было сделано высшими силами специально чтобы у нас появилась во первых возможность закончить школу да а во вторых приехав новую зеландию я осознал что по профессии я работа здесь не смогу ну просто нету нефти здесь одно единственное нефтяное месторождение которое уже было так сказать старым и чахло и они даже увольняли своих работников и поэтому работать нефтяником принципе шансов не было и если бы приехали раньше то я не знаю кем бы мы вообще работали а тут закончив обучение имея практику преподавание уже то есть как бы опыт преподавания рейки мы оказались абсолютно подготовленными вот к этой эмиграции опять же за этот год я закончил курсы массажистов чтобы иметь еще дополнительную профессию как массажист и когда мы приехали в новую зеландию мы буквально с дня открыли клинику свою ну поначалу конечно у нас не было там пациентов или студентов много да вот но постепенно так сказать это стало нашим основным видом деятельности и вот до сих пор уже 20 с лишним лет вот таким образом значит мы стали рейки мастерами и вот тут я хотел бы сказать но несколько слов заслугу или во славу нашей школы то есть мы представляем западную традиционную западную школу усуи шикириоха сейчас мы уже знаем что японская школа никуда не делась рейки гакай вот та которая была изначально создана доктором усуи и потом у нас была возможность конечно путешествовать в японию пару раз нашими студентами учителями и сэнсэми и мы с кем-то из этих представителей той школы встречались там же прям в японии что действительно та школа как была так и осталась но к сожалению они не идут на контакты с западными практиками рейки или учителями или сэнсэми которые себя называют так и находятся закрытыми до сих пор то есть удается какую-то информацию из них выцепить оттуда вот арджава вытащил потом я кутэн еще многие какие-то там практики вот но западная школа которую в общем-то хавайи так а то передала вот своим американским так скажем и нет европейских у нее не было студента были только американские мы как раз и являемся представителями этой западной школы и конечно сейчас мы знаем что она трансформировалась значительно трансформировалась и значительно отличается от той изначальной школы доктора усуи но я бы сказал что она трансформировалась именно в правильном направлении понятным западному менталитету западному человеку Потому что просто практиковать восточную школу со всеми стандартами и канонами, которые там приняты, было бы невозможно для большой массы западных людей, только единицы. Это так же, как ехать в Тибет и жить в монастыре. Просто прийти там, побыть, получить какие-то посвящения, практики или побывать на каких-то ритуалах, мы все с удовольствием ведем. Но чтобы жить в монастыре годами, это не каждый может себе, так сказать, эмоционально, даже элементально позволить. То же самое было бы, если бы не трансформировалась бы эта школа в западный вариант. И я хочу сказать, что нам очень повезло, что мы принадлежим к той ветке, традиционной ветке. А как вы знаете, сейчас уже больше 30 или 40 только устоявшихся западных всяких там школ Рэйки. То есть она очень имеет много ответвлений, и все они немножко отличаются друг от друга, хотя используют одну и ту же энергию. И все это идет изначально от доктора Усуэн. Вот. И кто-то в нашей линии, кто-то в нашей линии передачи очень хорошо все это выстроил по канонам передачи, по ступеням, по материалам, которые нужно преподавать на этих ступенях. Даже сами настройки, там, последовательность. Таким образом, что это очень хорошо ложится на западный менталитет. Ну и на людей, вот, я бы сказал, такого склада, как я, которые не очень легко отвлекаются на какие-то духовные, эзотерические практики. Или суперсенситивными являются, о котором сказали, что вот вам нужно делать 12 позиций, ежедневные сеансы, и вы должны посредством вот этих практик раскрывать себя изнутри. То есть, да, посвящение мы получаем, нам дают, открывают канал изначально, нам дают этот потенциал и поднимают на свой уровень, насколько это возможно, на уровень мастеров. То есть, рейки-мастер, когда проводит посвящение, он старается поднять вас на свой уровень, насколько это возможно. поэтому очень важно у какого мастера вы получаете посвящение вот я считаю что вашей школе очень повезло что вы получаете посвящение у виталия потому что он сам очень хорошо продвинутый энергетически духовно и у нее есть возможность вытащить вас гораздо выше ну настолько насколько вы вытаскиваетесь да поэтому получать посвящение это в общем то полезно ну и дальше дело эти сеансы вы начинаете раскрывать себя изнутри и так как мы все в общем-то будды да еще не пробужденные но буду у нас есть потенциал раскрыть себя таким образом а тем более это не связано не с религией очень просто практиковать любой человек может этим заниматься и вообще мы говорим что рейки это техника релаксации даже не целительство да вот на первой ступени особенно поначалу когда там 30 лет назад крейки относили все очень подозрительно медики вообще не хотели с нами знаться на мои первые семинары конечно приходили всякие маги волшебники там ну вот я приехал в свой город нижний вартовс да у нас там много всяких колдунов магов волшебников которые уже там известны там пасами всякими занимается целительством в какие-то там планетарные ходят исцеляют ночью очень много школ тогда было и сейчас они конечно все есть вот естественно при кто-то привез тут новую школу рейки они пришли на мои первые семинары естественно было не сладко на этих первых семинарах потому что им всем хочется попадаться они энергетически там пробивают и даже были моменты когда меня действительно пробивали ну кто-то просто посоревноваться кто-то проверить кто кому-то не нравился я как ну преподаватель так скажем или может быть даже духовная личность вот были моменты вот это ободание но все эти магии волшебники потом исчезли после первой ступени потому что для них делать 12 позиций ежедневно и больше никуда не вовлекаться скучно как же так они ничем не управляют то есть в рейке мы не управляем мы не манипулируем мы отдаемся так сказать на веру и на ощущение вот этого канала вот этого эгрегора и позволяем себе спокойно развиваться подниматься по этим ступенькам поэтому не всем подходит эта школа но большинству западных людей она очень хорошо подходит именно поэтому рейки официально вот буквально уже несколько лет назад была признана самой распространенной школы самопомощи так скажем именно так она называлась самая распространенная школа самопомощи по миру то есть миллионы миллиона миллиона практикующих и даже на на несколько миллионов рейки мастеров ну и как вы знаете буквально в прошлом году практика рейки была включена в список значит как вспомогательная терапия до список ну в общем-то признана мировым сообществом вот если допустим 20 лет назад мы позволяли прийти в госпиталь как практикующему рейки и помогать пациентам там после операционникам или просто всем кто не возражал чтобы я там 5-10 минут поделал им рейки до медики не возражали то есть спокойно к этому относились пренебрежением так скажем потому что они светила научные до медицинские а тут ну кто-то пришел но если пациентам это помогает пациенты счастливы это ради бога то в россии остается еще примерно 7 минут до конца я прошу прощения что очень очень интересно у нас остается с вами есть буквально 6 минут мы уже почти час с вами провели я понимаю что можно еще хорошо много рассказывать давайте может быть попробуем ответить на один-два вопроса чтобы нас появился какой-то диалог поэтому у нас 30 человек хорошо перед тем как я отвечу олег я просто хотел немножко сказать про меньше рейки то есть какой переход произошел меньше рейки не вдавая сильно подробности вот этого меньше перед тем как приехать новую зеландию уже будучи рейки учителями и имея опыт преподавания мы поняли что в принципе мы ну так строили рейки что это за школа как это все применяется как это работает и как преподается эта школа ну и как бы стал вопрос двигаться дальше и мы сразу обратились к своим учителям а что же дальше и вот тогда кевин он такой скромный парень он улыбнулся и сказал ну а дальше вот меньше рейки для нас это было вообще конечно пустой звук что такое меньше рейки и они нам рассказали мастера они к тому времени уже два раза съездили к ламе йоши в соединенные штаты получились у него а так как они продвинутые учителя были и общались со всеми многими учителями по миру значит и они знали узнали одними из первых что такая школа создалась девяносто третьем году девяносто третий год и успели съездить получиться у ламы йоши они сказали что есть такая следующая школа но для этого надо быть буддистом и не задумываясь тут же сказал я согласен а вот моя супруга сказал не менее я вроде не христианка но буддисткам буддистом тоже не хочу быть вот но чтобы это долго не затягивать перед вылетом новой зеландии мы все-таки прошли первую ступень меньше рейки у них вот и уже потом приехал в новую зеландию практикуясь пару лет меньше рейки встал вопрос идти дальше и вот тогда я обратился кевину чтобы он приехал и обучил меня дальше как не тебе проще съездить новую зеландию и вот таким образом я значит в америку и таким образом я уже списался с ламы йоши съездил к нему а на обучение значит если я к нему два раза и обучался индивидуально по две недели то есть практически индивидуально было обучение и таким образом значит я закончил ту школу тоже и появилась возможность для тех практиков нашей школы традиционной школы универсального рейки кто хотел бы продолжать но более глубокое изучение или двигаться дальше обучаться школе менчо рейки и таким образом я впоследствии привез школу менчо рейки вот пожалуй все о этой истории сейчас я с удовольствием отвечу на любой вопрос а желательно про универсальный рейки потому что поменьше рейки мы можем уже потом отдельно у нас есть всего три минуты на один вопрос потому что нам нужно остановить эфир чтобы запись сохранилась николай нужно записи нам тоже поэтому давайте один вопрос хорошо уже просит еще один эфир про менчо друзья задавайте был эфир заранее значит пишут значит пишут такой вопрос у нас есть школе мастера практики которые много работы помогают людям но не планируют идти в учителя и сенсей а на четвертой ступени много практик которые очень нужны это про менчо огненная пуджа 108 поклонений манджуши сенсей вский восьмидневник не планируете ли вы николай провести практике в отдельный курс для мастеров третьей ступени ну я конечно не хотел бы на меньше рейки сейчас то раз уже вопрос значит я вам скажу всем однозначно и по универсальному рейки и по меньше рейки пока не начнете преподавать не поймете систему до конца это мой личный опыт это опыт многих учителей которых я выпустил а выпустил я уже порядка 100 учителей в нашей школе всего у нас их больше 150 вот представляете какая наша школа продвинутая какая она большая да вот и поэтому все таки настраивайтесь на то чтобы получать учителя или сенсей спасибо хорошо давайте заканчивать чтобы у нас все сохранилось большое спасибо николай за уделенное время вопросы действительно есть еще не отвеченные люди вон у нас 30 человек сейчас в онлайн смотрят очень много реакций они сердечки посылают это инстаграмовские такие штуки всем очень нравится поэтому предлагаю сделать второй эфир с вопросами и может быть ночь про меньше рейки когда вам будет удобно спишемся если вам позволяет время но мы можем сделать потому что я не думаю что мы будем очень много этих эфиров делать но можем сделать один или может быть еще один потом вот так же через неделю для вас это понедельник вечера у меня допустим во вторник утра мне это удобно вот это 5 утра но все равно принципе достаточно вот и второй момент что я принципе нахожусь во всех социальных сетях у нас есть веб-сайт у нас есть форум то есть если у кого-то есть личные вопросы или вам срочно нужно получить ответ связывайтесь со мной пишите на мою почту я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы до контакта николая я с том и сайт николая и почта чтобы вы могли напрямую писать николая спасибо большое хорошего вам дня всем спасибо что подключились это было очень интересно спасибо всем м-м-м